Всем привет ребята и мы вновь продолжаем смотреть на нелогичные вещи в GTA San Andreas. Вы очень достойно поддержали первую часть, так что за это вам огромнейшее спасибо. А если вдруг ты не видел её, то обязательно посмотри, ссылочка находится в описании. Сегодня у нас немножечко поменьше тупой логики в GTA, но всё равно данная логика, и точнее её отсутствие, имеет место быть. Ну а перед тем, как мы начнём, дорогие друзья, если вы играете в GTA San Andreas Multiplayer, вы должны и обязаны зайти на Arizona Red Rock, все ссылочки и IP-адрес проекта вы найдёте в описании. Если ты желаешь быстренько обогатиться на проекте, то Вадим у них при регистрации, Дэнни Хиггс, а также при достижении пятого левла мой промокод HIGFAM, он даст тебе кучу бабла для развития твоего персонажа. Всё есть в описании, бегом смотри, играй и наслаждайся. А мы переходим с вами к ролику. Закрытый транспорт в GTA San Andreas встречается крайне редко, но тем не менее, если даже он встретился, то вы его открыть ну никак не можете. Забавно, но в Ашхоме сделает это без каких-либо проблем. Следующая нелогичность связана в большей своей степени как пасхальным яйцом в GTA. Но всё-таки, только вдумайтесь, вы снайперской винтовкой способны увеличить диаметр луны, стреляя по ней. Миссия Мэддога На том самом пляжном джипике, где ничего не слышно из-за порыбов ветра при движении. На мотоциклах при поворотах CJ должен поворачивать руль, но при этом двигаются только колеса. На какой чёрт не знаю, но удивительно аномально, что происходит на полицейской парковке в городе Лас-Вентураса. На последнем этаже удивительно и невероятно появляется лётный транспорт. От вертолётов до самолётов. Не знаю и не понимаю, по каким причинам он здесь вообще появляется и как, собственно говоря, полицейские его используют. Ведь здесь нет ни места для взлётной полосы, ни вертолётной площадки, абсолютно ничего. Он просто находится в закрытом гараже, в подвале. И это далеко ещё не всё. Гараж имеет по одному входу и выходу с каждой стороны. Но один из них почему-то способен лишь выпускать вас из гаража, но никак не впускать. Это тоже очень странно. Пишите ваши догадки, что с этим гаражом не так в комментарии. Я всё почитаю. CJ утоляет жажду голода абсолютно ничем. Пустым воздухом. Это странно, учитывая, что другие NPC в закусочных имеют модельку бургера или пиццы. Что-что, но я думаю, этот момент можно было уж доделать до конца. Как вы считаете? По непонятным причинам прыжок CJ с вертолёта на абсолютно идентичной высоте отличается, делает это он с парашютом или без. Почему-то всегда с парашютом падать с высоты намного опаснее. Вы в 100% случае разобьётесь. Если вы это будете делать без парашюта, вы останетесь в живых. Здесь происходит нелогичный взрыв, потому что я думал, что парашют наоборот должен вас спасти от таких вот свободных падений вниз. Но здесь он играет совершенно иную роль и убьёт вас скорее, нежели вы будете без него. Прохожие на улицах боятся вас, когда вы наставляете на них оружие, поднимая руки вверх. И всё бы ничего, здесь практически всё логично. Но если вы это делаете со снайперской винтовкой и целите их в тот самый зум, то ничего не происходит. Нет никакой паники, как будто нет совершенно никакой угрозы. Карл Джонсон спокойно может проходить сквозь открытые двери автомобиля. Хотя моделька имеет своё свойство повреждения. Её можно даже ударить и вы прочувствуете её, как она гнётся. Да, опять же, кулаками. Это всё, конечно, абсурд. Но проходить сквозь металлические двери... Такое себе. Водители, находящиеся в своих автомобилях, после смерти способны открыть за собой дверь и выпасть холодным трупиком на проезжую часть. Так поступают не только водители транспорта, но и его пассажиры. К сожалению, пассажиров у меня на видео нет, но поверьте мне на слово. И ещё я словил какой-то сбой с недостатком NPC на один квадратный километрик. Все, кого я ваншотнул, чтобы продемонстрировать вам эту нелогику, они все одинаковые. Только отошли от металлических дверей, как тут же попадаются на нашем пути столбы. Металлические столбы, которые Карл Джонсон способен разбить кулаками в пух и прах. Но, к сожалению, с деревьями и с деревянными столбами, которые оставлены по всему штату Сандрес, у него какие-то проблемы. Есть металл и есть дерево. Что из них сильнее, пишите в комментариях. Удивительно красивое место Санта-Мария-Бич. Но вот только из тупика проезжает бесконечное количество транспорта. Откуда его столько там берётся, нам, к сожалению, непонятно. А нет, если мы проедем чуть ближе, то понятно, что он просто спавнится у вас на глазах. Также можно записать в нелогику. Заправки в штате Сандреса имеют свойство взрываться, если вы целенаправленно будете в них топить. Логично. Но только в первых двух городах, Лос-Антесе и Сан-Фьерро, заправки работают так, как надо. Но вот в Лас-Вентуресе почему-то все заправки от этого максимально огорожены. Но не получится у вас их взорвать подобным способом. Ничего необычного стало быть. Просто дерево, парящее в воздухе. В теме танков. Многотонный танк не в силах справиться с маленьким деревцом. Хотя в то же время столбы он сшибает на раз-два-три. Снаряд танка также способен уничтожить столб, но не способен уничтожить дерево. Почему это происходит? Передним ходом на тачке на возвышенность заехать невозможно. А вот задним ходом почему-то пожалуйста. Большинство НПС все же уступают дорогу экстренным службам. За это им огромное спасибо. Но вот полицейским почему-то это не относится. В иммунации большой выбор оружия на прилавках. Но игрок довольствуется лишь парочкой пушек. Ну и напоследок. Всегда раздражал тот момент, когда ты выполняешь миссии полицейского. У тебя очень много врагов. Но к тебе не приезжает подкрепление. И со всеми преступниками ты должен бороться в одиночку. Но когда речь о тебе и о том, что ты в розыске. На твои поимки высылают весь штат сотрудников. Вот это максимально я считаю нелогично. Вот такие нелогичные вещи повстречались мне. Надеюсь вам видеоролик понравился. Вы поддержите его лайком. Также пишите комментарии. И если вы здесь впервые посмотрите первую часть данной рубрики. И разумеется не забудьте нажимать на кнопочку подписаться. Это очень будет приятно. Всем пока.